ребята всем привет всех с новым годом хотел рассказать вам про ремонт вот это вот такого аппарата вот такой агрегат специально неделю я на нем ничего не печатал чтобы показать насколько отходит краска видно что уже произошло завоздушивание и это всего лишь неделя простоя принтер всеми всем сообществом принтероводов обосран ну в принципе аппарат неплохой и основное его преимущество в том что головки можно просто взять снять помыть промыть продуть и установить обратно теперь я его семейных болезнях тут могут быть индексы любые но вот если ты в магазине видишь подобный вид и это все одно это и одна и та же шляпа только вид сбоку основные причины в том неисправности первичный в том что в основании ухода чернил и зим костей происходит подсыхание это первый момент и второй момент приходит происходит засыхание вот в этих вот переходах вот таких вот г-образных это в основном происходит в тех случаях когда нормально не печатают печатают какие-то огрызки текста и так далее то есть вообще на таких аппаратах надо штамповать чтобы это вот такой вот ситуации с отходом краски назад не было ну и соответственно не будет такого интенсивного засыхания с дальнейшей потом прочисткой так далее то есть если у тебя подобный принтер первое что тебе надо сделать это слить на хрен все чернила промыть эти емкости промыть переходы промыть шланги потом значит его слегка подразобрать промыть все переходы промыть 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 шланги промывочной жидкостью промыть чернильные картриджи далее идет заполнение картриджей потом значит заполнение емкости и трубок и установка и все аппарат жевает и потом вот успешно вот так вот печатает я значит заготовил вот такие вот шаблоны именно для того чтобы нормально пропускать количество краски то есть просто не непростые какие-то чистки делать а вот конкретно вот печатать нормальным цветом чтобы чернила проходили нормально вот то есть чтобы я рекомендовал я невеликий специалист под приметом но наверное рекомендовал бы побольше печатать и не пользоваться чистками то есть вот знаете комбинация клавиш чистка и так далее тупо сразу разбираем при появлении проблемы и если это воздух убираем воздух путем поднятия вот этих вот г-образных переходников и поднятия емкости повыше выгоняем воздух заполняем чернильные картриджи можно даже отдельно отстегнуть их и шприцом заправить чтобы начался ток чернил и если ты неделю не печатаешь что ты получаешь вот завоздушивание если ты две недели не печатаешь воздух заходит сюда ну и так далее иными словами на таких аппаратах надо непрерывно печатать вот такая история вот такого аппарата